Что умеет ребенок в 3 месяца? Первые 3 месяца младенец делает заметный скачок развития, становится более гармоничным и сформированным внешне. Расскажу, что нужно знать родителям об этом важном этапе и как стимулировать развитие ребенка. Средний вес детей в 3 месяца от 5-100 до 7-200 кг. В рост составляет от 57 до 63 см. Мозг малыша увеличивается в размерах, зрение и слух совершенствуются, улучшаются навыки управления собственным телом, младенец наращивает минимальный запас мышц. Их тонус практически приходит в норму. Родителям важно знать основные показатели, чтобы помочь малышу развиваться с помощью упражнений, игрушек и специальных приспособлений. Знания помогут вовремя заметить неладные и заняться реабилитацией. Уходят безусловные рефлексы. Ребенок рождается с определенным набором порожденных рефлексов, которые нужны ему для адаптации к жизни, не материнской укропы. Утропы, извините. Например, поисковый малыш поворачивает голову при поглаживании в уголке рта, и хоботковый вытягивает губы при прикосновении к ним. Природа задумала их для того, чтобы ребенок не остался голодным и сумел найти материнскую грудь. Педиатры всегда обращают внимание на врожденные рефлексы новорожденного для диагностики здоровья его нервной системы. Так можно узнать о месте и степени ее поражения. Каждый безусловный рефлекс исчезает в определенное время, потому что малыш растет. В 3 месяца ребенок больше не поворачивает голову при поглаживании в уголке рта, не вытягивает губы при прикосновении к ним. Он не делает несколько шагов, если его поставить вертикально и не открывает рот при надавливании на ладошку. Если рефлексы не уходят, возможны проблемы с СНС малыша. С СНС. Появляются навыки и умения. Ребенок обладевает многими новыми навыками. На каждую потребность голод, смена подгузника, боли в животе, он выдает определенный тип крика. Малыш с удовольствием лопочек, чмокает, гулит, прищелкивает языком и слушает звуки, которые издает сам. Так тренируется речевое дыхание. Но посторонний звук ребенок реагирует поворотом головы и начинает узнавать голоса родителей, а также всех, кто проводит с ним много времени. Он замирает или вздрагивает, если слышит незнакомый звук. Ребенок распознает на вкус. Сладкое и горькое. Острее реагирует на боль. Малыш может контролировать движение глаз и следить за предметами по вытекали, горизонтали и по кругу. Начинает различать их. На появление мамы он реагирует фиксированным взглядом и радостной улыбкой. С трех месяцев черно-белое зрение начинает меняться. Ребенок учится различать цвета. Младенец уверенно держит голову, лежа на животе, опирается на руки и поднимает верхнюю часть туловища. А также делает попытки перевернуться. Он пытается самостоятельно взять в руки погремушку и трясет ей. Если ее вложить в руки, часто рассматривает в ладони, играет ими и держит открытыми. Увеличивается время подбодрствования. Время аборта младенца в течение дня увеличивается. Если раньше он засыпал, снова уже через час, после пробуждения, то сейчас через полтора. Можно привести это время с пользой. С помощью погремушкой можно учить ребенка лучше контролировать движение глаз, вводить игрушкой в разные стороны на расстоянии 20 см и потрахивать ее. Можно вкладывать погремушку в руку ребенку, но следить, чтобы он не ударил себя. Нужно помочь ребенку научиться переворачиваться. Сначала можно поднимать одну его руку вверх, но постепенно обходиться и без этого. Малыш должен приобретать новые умения. Что должно насторожить родителей? Отклонение от возрастной нормы нужно отслеживать и оперативно консультироваться с врачами. Когда в 3 месяца мама берет ребенка на руки, он оказывается в эвстикальном положении. Если он при этом не может удерживать голову больше 30 секунд, это тревожный признак. Стоит беспокоиться, если у малыша не получается держать голову в течение 1 минуты, когда он лежит на животе. Обычно в ответ на улыбку родителей малыш улыбается в ответ, отсутствует реакции. Может быть признаком аутизма, если малыш не реагирует на зубы, не тянется полуоткрытой ладонью к погремушке красного цвета и не разглядывает свои руки, это тоже тревожные сигналы. Что поможет в развитии? Малыш хочет все время быть на руках, но не каждый родитель может оставить ради этого домашние дела. Освободить руки помогут качели, шезлонг. Они слегка вибрируют и проигрывают успокаивающую музыку. На них можно повесить небольшие подвижные игрушки. Когда малышу надоест сидеть в шезлонге, он обязательно даст об этом знать. Нужно разговаривать с малышом. Он пока всего лишь гулит, но уже накапливает пассивный запас слов, который скоро попытается воспроизвести. Для сенсации развития можно предлагать ему разные по фактуре ткани, специальные сенсорные книжки или укладывать на развивающий куврик. Сенсорные игрушки стимулируют движение и познавательный интерес. Дотронулся, зашуршало или почувствовал новые текстильные тактильные ощущения, не стал дотрагиваться и ощущений нет. Первыми ребенок начинает различать красный, зеленый, синий и желтый цвета. Игрушки именно этой гаммы должны окружать младенца. Чтобы помочь ему сформировать представление о цвете, не нужно покупать лишнее. В этом возрасте ребенку достаточно всего нескольких игрушек, развивающие куврики. На этом все. Спасибо за внимание.